Всем привет, друзья! С вами Алик Лейман на канале Найди свой рецепт. И сегодня я вам покажу принцип приготовления очень вкусного и простого салата. Мне он нравится чем? Тем, что им можно любой праздничный стол украсить. Он достаточно красивый для этого. Это раз. Второй, он вкусный и действительно простой. То есть, там нужно мало минимум ингредиентов для того, чтобы его сделать. И он получился классный, и вы кого-то могли порадовать. Есть некоторые моменты, а не мелкие нюансы. Надо просто знать, да? Ну, чтобы его сделать, надо его знать, как это делается. Поэтому обязательно смотрите видео до конца, я все продемонстрирую. Итак, первое, что нам понадобится для начала, это плавленные сырки. Вообще совершенно обыкновенные в любом магазине, да? Можно купить обыкновенный плавленый сырок. Мы его кладем в стакан. Фу ты, блин, в стакан. Мы его кладем в тарелку. Нам понадобится их ровно два таких одинаковых. Два сырка. Что мы делаем, друзья? Обратите внимание, берем вилочку, обыкновенную вилку, да? Ничего выдумывать не нужно. И давим их до массы, чтобы это была однородная масса. Вот так вот. Подожди. Подавили сырок, да? Друзья, подавили сырок. У меня немножко опять, как всегда, оператор смешит. Если бы вы видели его лицо, вы бы тоже сейчас смеялись. Достаточно обаятельное такое лицо у него смешное. Подавили сырок. Сейчас берем яйца и тоже их так же разбинаем. То есть, прям вдавливаем их сюда. Ну, то есть, вилочкой так же раздавливаем. Так. Достаточно тяжело действительно давится плавленый сырок. Но когда яйца добавляем, вся эта консистенция достаточно такая, ну, более податливая становится. Четыре яйца вареных хватит нам. И обратите внимание, как варить яйца. Просто многие молодые люди смотрят, очень молодые, которые даже не знают, как яйца сварить. Яйца варить 10 минут в кипящей воде. Потом они хорошо чистятся. И вот мы их даем в салатик. Взяли посудину побольше, потому что из тарелки все вываливалось. Уже было просто неудобно физически делать. Дальше все это сминаем яйца с сырком, как вы помните. После этого добавляем зелень. Я уже нарезал лучка зеленого. Так. И укропы сейчас тоже покажу, как резать. Элементарно. Берем укроп и нарезаем просто. Тут ничего нет такого заоблачного. Зелень слишком много. Не нужно брать зелени, потому что будет тогда приторный вкус. Нам это не нужно. Половину укропа оставим для украшения, половину в салат насыпем. Друзья, обратите внимание, лучше ножом, чтобы вот этот контур не испортить. Не местом, где вы режете, а обратной стороной высыпать подосточки. Прям возьмите себе за привычку. Потом привыкнете и будет на автомате все это. Так, берем два зубчика чеснока. Таких хороших зубчика больших. И выдавливаем все сюда же. Два зубчика чеснока нам, пожалуй, хватит. Сейчас берем перца, друзья, по вкусу. Лучше всего перец брать горошком. Накрошили перчик где-то. Вот я половину чайной ложки накрошил. Можно еще меньше. Как предпочитаете, это уже на ваше усмотрение. Следующая, что кладем, это ложка майонеза. Столовая ложка майонеза. Даже можно, кстати, побольше. Да, где-то ложечки две даже майонеза на эту консистенцию, на всю. Такая с горочкой, вторая ложка. И все тщательно-тщательно перемешиваем, чтобы это все у нас в однородную массу все это превратилось. Вот смотрите, какая штуковина получается. Аппетитно, да, выглядит. Друзья, и так берем... То есть, не берем, мы уже взяли, да, до этого. То есть, размельчили, да, все, раздавили до однородной массы хорошенько, да, все это раздавили. Сейчас берем следующее, крабовые палочки. Как в обзоре вы, наверное, смотрели, да, я рассказывал про крабовые палочки, с чего их делают. Мясо краба, как вы думаете, здесь есть, но, естественно, сейчас, ага, краба вам туда засунули. То есть, разбежались, да, краба. Там, на самом деле, это делается из рыбьего фарша, из суримии. И то, в лучшем случае, в дорогих палочках 50% фарша, остальное крахмалка и красители. А, как правило, которые мы покупаем, дешевые 20-30%. И то, китайцы научились делать растительный белок, они везде залезут, засунут свой клюв куда-нибудь, да, и сделают, что-то придумают. Поэтому берем, ну, подобие крабового мяса, крабовые палочки. Да, вообще, в принципе, если они хороший бренд, то достаточно вкусно их научились готовить. У нас все научится, ну, любые заменители, да, вот делают вкусно, ну, научились. Разворачиваем крабовую палочку. Сейчас вот эта вот смесь, которую мы сделали, наносим все равномерным слоем и не очень толстым. То есть, обратите внимание, как я делаю, да, то есть, берете вилочкой и размазываете по всей крабовой палочке равномерно. Это очень важно. Мы до этого, друзья, руки хорошо помыли, да, естественно, мы, я имею в виду, намекаю на вас, да, я-то естественно. Вот, ей можно рукой помогать, прям, не бояться, да, замараться в этой смеси. Она очень вкусная. Кстати, приятно очень пахнет. Равномерно наносим ее на палочку. Равномерно нанесли все, да, потом сейчас аккуратненько закручиваем. У нас получилась вот такая вот палочка. Следом, что мы делаем, ножик вымыли и нарезаем вот таким вот способом. Нож нужно, чтобы он был острый, потому что консистенция, она такая липкая, да, чтобы он в ней не вяз, просто нож, да. Все нарезали, сейчас я буду готовить блюдо, да, составлять из такой штуки блюда, но я побольше их наделаю, естественно, этих палочек. Вот так вот мы уже все выложили, посмотрите, какая красота, да, получается. Сейчас мы до конца доукрашаем нашими овощами, я покажу, как сделать. То есть, следующее, вот эти вот обрезочки, да, какие, которые не очень красивые, их можно в центр, потому что их все равно будет не видно. Вот, то есть, мы берем помидор и огурец. В принципе, огурец можно первым нарезать, потому что помидор, он жидкий, да. И нарезаем вот таким вот способом, то есть, вот такими, такими вот штучками для украшения. Покажу, как украсить, то есть, нарезаем. Нарезали, по половинке еще разрезали и вставляем прямо вот сюда. Получается вот очень красиво. Если где-то большие, да, у вас, то можно не резать половинку, можно так вставить. Ну, у меня здесь таких больших нет, я порежу по половинку. По половинке, порежу по половинке. Вот такая красота у нас получается, но это тоже, друзья, еще не все, да. У нас следующий этап, это помидоры. То есть, берем помидор, разрезаем напополам. Вырезаем вот это вот место, задницу, да, или как ее называют. И нарезаем вот таким вот способом. То есть, вот кругляшками нарезаем. С каждой минуты наше блюдо преображается, еще красивее достало. Сейчас берем, это практически последний этап, но не последний. Выложили вот такая вот красота и сверху посыпаем зеленью, которая у нас осталась. То есть, у нас осталось немного укропчика. Слишком не нужно, да, чтобы был избыток, но так. Посыпаем. И вот посмотрите, друзья, неужели это не красота, да, вот так к столу подать. И вкусненько, и красиво, и быстро ингредиентов минимум, да. Сейчас будет самый ответственный момент дегустации. Попробуем, что у нас получилось. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось, да, на вкус. Жалко, на самом деле, ломать такую красоту, но кушать тоже хочется, поэтому и надо попробовать все-таки, да, над чем мы старались. Можно даже руками брать, видите, не разваливается ничего, вилка не обязательно, в принципе. Запах хороший. И вот такой салатик, да, можно какой-то, повторюсь, праздничный стол, да, там, день рождения, можно просто ребенка встретить или какого-то там. Мужики, не ленитесь, да, женщину можно свое встретить. Они же любят многие эстетику, красоту, еще и когда и вкусно. И совсем нетрудно, да, сделать, сколько на это времени ушло, совсем немножко. Пробуем, очень вкусно. Сытно такой вот пестрый летний порционный салатик у нас получился. С вами был Олег Лейман, на канале Найди свой рецепт, подписывайтесь на наш канал, всем пока!